Почему мы взяли на правах аренды? Все-таки должно быть в команде здоровый конкурент. Володя еще когда в 250-ке ездил, когда Абьерин Алисович в Куренбурге, он себя показал настырным, стырным, спасенным. И вот сейчас до сих пор показывает себя, в такой же плане силовой шансовом сверху есть попасть в состав. Вопрос нечего дала. Ведь я отробил самый сложный эффект в прошлом сезоне. Потому что в Владилостоке я хорошо, конечно. Воктябрь, все это так. Ну, скорее всего, это было старятие. Потому что позаврошу был там проект в Олюблоне. То есть все, как было очень много на этом театре. Пока там тяжело получать, чтобы больше ездить. Чтобы больше выезжать на соревнования, соответственно, для состава. Так, вроде, для нас, для невежимых людей, да, вот вроде четыре стадиона у нас, да, первое, проводится в соревнованиях. Про наш трек, вроде бы, мы не слышали, что он такой хороший, быстрый трек, ну, в общем, легкий. Почему столетия, полотовая, или, да, там, насык другая, или рука, там, и так. Почему тяжело ехать? Там проводится, там, и чемпионатами, то есть, там, вот, это, ну, технически. Не там, нахуй, не братья силы, а там, наверное, в городе, сядь, а там, дорожку муниципальному. Сами сейчас, ну, почему так всегда? Да, 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 да. Только я знаю, что всегда тяжело было, там, нахуй было бороться с наголадой. Почему там треки, потому что не сходило. Да, по этому вопросу, конечно, все треки разные, ландированных. В Толяте вот сейчас, когда конструкцию талетинского трека сделали, когда столетия сойдет, И получилось, что старая дорожка, их старая дорожка, пришлось ее сужать. И радиус уже другой. Получается, даже у Кавкорова спрашиваешь, как и что ездят. Самое понятное, как ехать. Тяжелое вообще, неудачно получается. А вот когда гран-при там вообще непонятно, что было, когда приезжали там все эти иностранные, которые копали эту дорожку, когда Кавкорский начал сам уже делать, тогда еще более-менее начало работать. И то тяжелое, из-за чего мы рабочие. Тяжело обогнать из-за этих поворот. Но в зависимости от каких-то наводья русского, ребята едут и внутри работают, и наружу работают, и серединка работают с ура. И трактуры более плавные, более интересные. Даже мерче смотреть. Вот чертами. Там асфальт. Ты же сам ездил на этот тракт. Асфальт. Нет, там асфальта нету. Асфальт, там он жесткий тракт. Какой был раньше тракт и какой сейчас, это вообще кардинально вообще. Очень сильно поменялся тракт. Благодаря вот этой неправильной траектории. В том году же вот Гран-при когда было, там первые две серии, когда англичанин руководил директора соревнований там, и потом там могли бы уже, ну, гонка сорвалась бы, там же падение, что только не было там. Пока вот реально Олег не взялся за тракт, порядок его не привел. Ну и все как бы шутят. Главное то, что хорошо, что Олег по-английски не понимает. И взялся сам все сделал. А, да. Там поляки комментируют, когда мне прямо во время Гран-при так и сказали. Хорошо, что Олег не понимает. Все переделал и шикарная голова получилась. И везде это все. Много факторов всяких разных. Погода. В начале серии одна дорожка, к концу серии она уже другая, совершенно высыхает. Ну, много моментов. Это надо много как бы спортсменам самим следить и настраивать мотоцикл. Где-то зажигание повернуть в обратку, где-то еще что-то поменять, да. Потому что, ну, это техническая такая настройка, это очень большой фактор как бы твоего успеха. Вот Болоковцы. Саня пишет. Болоковцы. Лучший дорог в России, это у нас в городе. Саня Болоковцы. Она такая единственная, есть на самом деле. Лучший дорог. Вот Зашкину взял, когда он стал спортом, он начал властить. В Тольятти просил нас, когда у нас при Громке. Он говорит, чтобы привезти, не разучить их ездить, а научить. Потому что в Тольятти очень тяжелая, вот я врачу вам говорю, эта траектория. И вот он начинающих туда привозил, ребят. Они с удовольствием могли встретить. И Саня Дублинов как раз и приезжал тоже. Вот здесь они вот у нас. Можно сказать, что мы их предоставили, приезжали. Три тренировались, учились. И они здесь поехали, да? Они здесь и тренировались, и лучше пошло. А сколько они пошли? Сколько это есть? Дорога сама закрыли. У нас сильные покрытия. Она у нас в портале усыпается. Да, у нас. Вот. Вот. Делали ей сколько лет. Ну, это не нам будет, еще делали. Мы последний раз тысяч капли делали, но у вас, конечно, посыпали стоять. Потому что она откидывается, откидывается. То есть где она браться, она посидела, раз, получается, когда она ссыклется, получается, уменьшается, а то и еще. Да. Вот, объекты. на сегодняшний день это пошло. Это время успеха. В этом году так и планировано, потому что мы искать, что не станет. Почему это не так? не так? Да. даже на городе в одном месте, где у вас стоит парт, какая одна яма и много лет уже наблюдают, она считает, что есть как и даже поле опыта сделает. с того же старта отсыпается, как мы знаем, получается, полмень подошел. На входах должен постоянно дорожник гибнуть. Поэтому постоянно дорожник работаем, не трогаем, она вообще была вся в ямах. Бюджет клуба отличается от вашего города. Я не готов ответить на этот вопрос, потому что мы остались за должности, мы недополучили, ну скажем, процентов сорок с прошлого года. И в этом году пока не утвердили окончательно. Поэтому в этом году мы двое с в 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 раз в в в в в Продолжение следует...